ребята школы мы с вами сейчас порассуждаем вот по этому письму просто сейчас секундочку немножко не то например ну давайте ладно прочитаем эдуард асанович значит написал очень интересный случай сам по себе значит эдуард давно нашел школу но вы знаете я так дизайн очень тяжело отношусь хотя уже в новой школе немножко стараюсь вот и он там нашел какую-то другую школу где написали там возьмут на работу там но устроят на работу он пошел что там не получалось хотя сам по себе парень как он сказал писал очень неплохо но писать самому и рассказать разные вещи в принципе там сказали это не ваша а я когда он пришел в школу говорит два высших образования бухгалтер я думаю чушь какая-то не бывает такого чтоб так человек ну через месяц он уже начал писать метаклассы в python да неплохо и все-таки я к чему говорю что все эти сообщения с эдуардом можно найти в контакте в контакте ком спб нижнее подчеркивание тут то есть если помотать то конечно там можно найти сообщение где он высказывал своими мыслей по python по джанга но в принципе потом доходил и говорил да это верно и тогда я помню еще сейчас покажу я все видел что показываю буду ссылочки добавлять и потом он спорил но тем не менее навел на меня на мысль очень быстренько объяснить джанга потому что большинство людей допустим его не понимают и я записал есть не понимаем джанга но хочется как быть я добавлю это посмотрите да там принципиально сейчас немножко мы о другом поговорим мы поговорим о том как стать разработчиком вообще понимаете просто вот я уже почти закончил я сейчас как тут правильно пройти сайт это уже может отличаться когда вы смотрите видео но я покажу сейчас пока старый сайт значится что сейчас будет я ребятам школы хочу чтобы они поняли да мне осталось чуть 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 не то открыл немножко зачем мне админка мне админка не надо сейчас я нет не то это спб вообще открыл сейчас я а ну вот смотрите ребят смысл такой сейчас вот поговорим о том о обучении значится стоя делал вот почему что ушел год на все это первое я вам хочу дать еще кое-что почитать все старые записи они все равно но на новом сайте будут просто возможно будут отдельные ссылочки но в меню я не их не буду понятно добавлять но вы их найдете вот здесь есть ряд статей обучение разработки как раз в них я много рассказал из опыта да и вообще что такое обучение разработки вот вы здесь дочитаете здесь допустим обучение разработка отменяется в школе разработка на питон абстрактные классы интерфейса декоратор и миксинг прокси практическое ведение профессиональную разработку глубокое погружение в разработку на пайта нового п разработка на поэтому все начинается с порядка в голове в общем здесь довольно большое количество статей которые вам будут очень полезны по крайней мере что они для вас делают ребят ну потерпите просто видите как так разработка статьи как раз вы поймете что такое школа изнутри вот новый вариант да я добавил теперь мы обопрем сейчас на письма но сначала давайте сформулируем вопрос да вот наконец-то кто новый смотрит хорошо но я вообще больше для участников школы либо кто собирает стать участником школы да кстати этот вопрос забываю значит смотрите начинать надо я повторюсь еще потом сейчас поймете спб тире тут точка ру сайта начинать питом жанга потом подключить котлин остановимся еще раз чуть попозже но я сейчас вы в любом случае эти рекомендации найдете в этих статьях обязательно будущего начать то есть что обязательно что не обязательно то по сути дела все это согласен ну на данный момент совсем недорого но будет дорожать со временем по одной простой причине потому что сейчас пожизненный доступ допустим 30 долларов да это по сути дела час репетиторство ну ладно сейчас о цене не будем говорить это не так важно вот смотрите ребят да еще я попрошу кто считает что это неинтересно вы просто выключите видео потому что я сейчас буду рассуждать потому что хочу чтобы вы со мной порассуждали итак давайте встанем в позицию новичка воспоминаю себя с 2009 года с 2009 года я занимаюсь языками с 2013 года занимаюсь обучениями работаю постоянно над одним и тем же вопросом над системой обучения языкам языкам да и что думает новичок вообще новичок думает какой язык научить выучить и что на нем можно написать понимаете и дальше давайте вот я не зря открыл смотрите что происходит вот берем домик вот возьмем дом да дом из картона это же дом ну тоже ну дом согласитесь только маленький только из картона он не настоящий это как вот человек думает допустим он что то начинает учиться языкам но на самом деле все знания картонные да то есть не туда и не сюда или там домик да берем маленький да маленький или дом большой да то есть по сути дела все все эти категории дом как это относится к нам очень просто мы можем поставить вопрос как стать программистом как стать разработчиком как писать на любых языках и любые задачи решать сходу и понадобности да но на самом деле особенно новичок у него же что чего нету новичка у него есть какое-то понимание что если я там прочитаю допустим книгу там для питон лутца да то я стану допустим программистом но иными словами у новичка и у большинства людей которые хотят изучать язык но нет этого понимания а как же стать программистом оно придет то есть не надо говорить что вот Бусуновский там умный ну конечно после 9 лет но есть осадчий в школе он то что я за 9 да по сути дела он за 2 года забомбил так вот чем быстрее вы разберетесь что вы подразумеваете стать программистом тем быстрее вы им станете короче путь вы знаете я это очень хорошо рассказал недавно написал аж 9 видео да я тоже дам на ссылку первое да как стать за сколько стать разработчиком то есть я рассказал там некоторые принципы но опять же ребят что важно я всегда говорю одно вы услышите дальше потом что важно быть в школе потому что идет работа в группе вот с этим парнем по сути дела почему так получилось мы плотно работали в группе но тем не менее ссылку я так как украинцам может быть недоступен поэтому я дам на первое видео с ютуба да и это будет по сути дела должно быть в одном плейлисте я дам на плейлист это зависит от того как вы выстроите отношения с языком сейчас секундочку где там что играет так вот я просто покажу как можно ускорить изучение языка так похоже вконтакте мы берем опять же на примере ура извиняюсь так ну тем не менее ссылочку я дам там 9 видео да так вот смотрите что для этого нужно сейчас я покажу уже на реальном сайте чтоб ребята школы понимали что будет происходить по сути дела посмотрев вот эти 9 видео вы многое ответите вы многое для себя проясните но на самом деле там довольно четко разложено но по сути дела ответ прост надо понять как выстроить отношения с как выстроить взаимоотношения с языком если открыть новую версию сайта которая будет здесь вот что будет здесь я разделил на 3 вещи становление с нуля становление разработка да там мне немножко осталось доделать старая школа вся будет помещена в одном разделе а здесь мы уже продолжим немножко по другой методике но все в любом случае будут использоваться уроки старой школы единственное что изменится ну давайте порассуждаем у нас очень простой вопрос да очень простой вопрос но самый сложный что для этого нужно что я понимаю под выстраиванием отношений с языком ребят смотрите вот пришел человек по сути дела у новичка есть один вопрос только всегда а что можно написать на языке на самом деле это совершенно не важно ребят и язык не важен так а что важно вот поэтому сначала еще раз говорю ребята очень важно прочитать вот эти вот статьи здесь понимание что такое обучение разработки давайте более конкретно рассмотрим на примере и так у нас есть вот будем считать это дом но дом весь состоит из кирпичиков да каждый кирпичик что то да будет то есть без даже одного кирпичика это не будет домом да теперь более конкретно я вот этот наш дом разделил на три этапа становление развитие разработка при этом смотрите когда мы начинаем отвечать на вопрос вот я для школы на данном этапе через 10 лет выбрал как писать на любых языках и любые задачи решать сходу и по надобности самое простое простое объяснение а то о чем я говорю сначала я сначала я сейчас секунду вам дам видео вы потом как раз будете ваш план и ответ как собственно изучать язык здесь все очень просто рассказано о начале системы сейчас я поясню я просто пока добавляю и сразу буду пояснять значит ребят еще секунду длинноватый я понимаю но это не обучающие это то чтобы немножко собрать в голове и так во первых я дам еще на один раздел вам на один плейлист разработка на питон да отдельно тут очень много видео которые в принципе относятся к этим статьям ну много материала вам надо пройти почитать но здесь есть одно важное видео с чего все начинается сейчас секунду когда в 2017 году в принципе я это осознал первое что должен приобрести программист это правильные привычки вот мы о них поговорим да в этом видео как раз здесь длинное видео вы проговорите ребят понимаете это нельзя не переценить давайте мы представим себе еще раз напомним цель как писать на любых языках любые задачи решать сходу и понадобности что для этого нужно вот пришел человек полный ноль вот как Серега Асачи когда туда пришел в школу и смотрите так я секундочку секундочку сейчас я может быть повторюсь но хочу чтобы вы услышали мою одну мысль я до этого вам давал вконтакте вот что говорил да вот эти 9 видео то есть выстраивание отношений с языком там я много про это рассказал но теперь ребята если взять практическую сторону да вот мы берем первый этап первый этап да становления по сути дела это всего две вещи становления это изучение в языках типов данных да то есть по сути дела мы знакомимся и что такое строка что такое там как работают строки что такое и допустим в python там кортежи где-то там в kotlin там это будет массив строк или там другое что-то да это не важно смысл один сначала мы знакомимся с типами данных но в становлении самое главное значение имеет это ребята постановка одной одной вещи при вы чек и в принципе почему я вот так делил школу потому что как раз сейчас пишу уроки и с нуля когда идется да не становление с нуля это правильно первый пункт с нуля да самое главное поставить привычки я вам дам видео чтоб не сейчас не терять время там я о них рассказал да при помощи правильных привычек я только приведу некоторые примеры что это за привычки вот на вскидку смотрите во первых например это работа с командной строкой в чем заключается сама проблема проблема заключается в том что большинство новичков командную строку обходит почему потому что проще конечно им кажется написать функцию да просто вот взял написал функцию готовую так я не тот проект хотел открыть потому что а сейчас он открыт приходится его да написать функцию чем проверять командной строке а зачем проверять командной строке а вот зачем ребят на самом деле все одно за одно касается ведь на самом деле что происходит когда мы начинаем работать с командной строкой а в школе я рекомендую вторая привычка брать юпитер джупитер да то есть это командная строка в которой можно запоминать да у меня везде вы найдете айпай нб да то есть который можно запомнить и еще раз еще раз прогнать да где вы можете дописать проверить так что же это дает первое что это дает вот ребят смотрите сейчас я кусочек какой то возьму первое что мы можем по сути дела проверить любой кусочек кода то есть иными словами мы можем проверить что для джанга что то мы извлекаем и и что мы получаем я говорю к примеру и по сути дела ну мелочь ребят это кажется для вас мелочь но на самом деле что происходит дальше а когда человек не работает с командной строкой он себя лишает размышлений и кодом вообще откуда оно возьмется если их нету а смотрите что должно происходить когда человек работает с командной строкой мы проверяем какой то маленький кусок кода а все остальное потихоньку учимся достраивать голове что мы будем допустим применять какую то функцию куда мы выведем потом файл и так дальше что вернем то есть это все достраивается в голове со временем не с первых шагов но если мы отметаем командную строку то этого никогда не будет происходить нам всегда надо полная функция ребят ну допустим же везде есть основа в джанго допустим вся основа заключается в том чтобы извлечь данные из базы да берем там какую то библиотеку ну например пандас да там по сути дела вывести какой то массив данных да при помощи чего то при помощи там определенного класса но везде есть центральная задача в принципе важно что понять один смысл когда мы работаем с командной когда мы работаем с командной строкой мы всегда работаем с одним куском кода хорошо мы отказались идем дальше открываем ну например там возьмем ну самое знакомое сейчас мне удобно вам может не сильно мы берем абсолютно любую документацию ну вот возьмем там выборку да и мы видим что абсолютно любая документация работает в командной строке пишется да по сути дела если мы не работаем с командной строкой то мы не понимаем документацию вывод а мы не можем тогда ее писать я всегда говорю ведь все очень просто мелочей очень много в видео поймете что с документацией надо работать от приложения пришел новичок то что он пишет функции неважно что сейчас написано вы свое будете писать он это понимает хоть частично и тогда когда он идет от этого приложения и ищет документацию начинает понимать документацию со временем все начинает работать наоборот есть парень в школе я сейчас дам видео вот мурат для которого я и писал эти видео потому что он классно начал с плана да а сейчас я скажу почему это важно вот он составил все эти привычки себе по видео да но в писемном формате и на самом деле на самом деле вы поймете насколько это важно я дам еще пару видео то есть я вас тут грубо говоря просто направляю а вот смотрите секунду так вот так вот ребята вот в этом видео на плейлист я дал ссылку но вот здесь Игорь Мурат Сергей как успешно изучать программирование просто я заметил когда по-моему это Игорь Лисицын был он все уже поправил он упустил один пункт из тех привычек которые я рекомендовал а пункт гласит если не понимаете какой-то кусок кода то разберитесь сразу и по сути дела в данном случае получилось ну посмотрите видео только в общем потому что я говорю я направляю вы посмотрите много видео ребят теперь внимание важный момент помните я говорил что помните я говорил что успех изучение языка зависит от того насколько быстро вы выстроите взаимоотношения с языком так вот когда вы просмотрите все эти видео да все эти видео по крайней мере у вас в голове должен на выходе быть план я буду делать то-то 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 кто хочет быстрее приходить в школу работайте в группе будет еще быстрее как допустим у мурата да или у сереги осадчева так вот не посмотрел и тут было по моему про и нет в котле на языке котле и по сути дела да он рассмотрел первичный конструктор там класс состоит вторичный конструктор не важно что если вы совсем новичок просто понять что и нет то есть инициализацию класса он не рассмотрел и по сути дела оставил пробел то есть пропустил на тот момент и получается по сути дела лишил себя полностью размышления мы я это подметил указал все он потом поправил самое а в чем я ему сказал надо было и нет рассмотреть и потом я задал ему вопросы по которым он ответил себе да то есть как связан с первичным конструкцией вторичным по сути дела он понял как работают классы а это и есть размышление да чем же надо а что я помещу вы нет а что в конструктор где приопределю то есть вот эти вещи они основные но все дело в чем было привычки да не 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 выяснил что это в коде а я а я это всегда говорю и то есть когда вот прописывал мура да он четко прописал да все эти вещи поэтому ребят конечно поработать придется но в голове будет очень хорошо у вас много чего станет да хотя я давал и плейлисты но все равно какие то видео я выделяю потому что они основополагающие и дальше когда вы будете смотреть видео вы увидите там продолжение то есть уже сами посмотрите в любом случае давайте подведем практический вывод итак первое это будем говорить с нуля да с нуля с нуля самое важное это уделить осознанное внимание приобретению правильных привычек плюс изучение типов данных по сути дела вы вы вот в школе дается вот таких много статей много видео у вас голове из этого появится первичная информация на основе которой вы будете делать свой план есть переход между первым и вторым этапом когда он начинается я считаю что начинается с изучения функций почему исходя из практики исходя из результатов есть один важный момент помните мы взяли писать на любых языках я давал вам ранее видео о ваш план ответ как вообще изучать языки поэтому ответим вопрос ребят изучать начало надо изучать языки с двух языков это однозначно вот в этом заключается система школы по сути дела когда вы начинаете работать с двумя языками что начинает происходить начиная следующее первое типы данных есть во всех языках те же функции есть во всех языках да которые мы рассматриваем по крайней мере или там берем конкретно python kotlin да но вы их записываете по разному когда вы изучаете язык с динамической типизацией язык со статической типизацией у вас начинает работать мозг на сто процентов почему потому что наш мозг привык работать на на сравнениях горячо холодно свободно тесно и так далее то есть понимаете да и вот когда вы изучаете два языка у вас каждый язык становится на место конечно я всегда говорю надо мой первый язык когда-то был си но я на нем никогда не писал скажу честно поэтому я его почти забыл но это было неправильно первый язык надо брать python почему потому что там самое мощное ооп все другие языки вы просто будете сравнивать это есть этого нет допустим множество наследований в python есть котли нет понятно мне как я это заменю посмотрите видео ответите на вопрос когда мы начинаем именно изучать два языка начинает у нас прорастать вообще язык мы начинаем вычленять важные вещи не только допустим ага вот функции там функция но оказывается что функции бывают совершенно разные что например вот я первые три года которые были потеряны изучал только python да я его обожаю но это была ошибка и почему потому что когда-то мне потом понадобился gc а я там тогда только узнал оказывается функции бывают высшего порядка думаю почему я раньше это не знал да потому что в python это в принципе не надо было на самом деле потом то оказывается что ааа как понять язык да по сути дела достаточно прочитать а что там может допустим функция и нам уже понятно если там функция высшего порядка мы понимаем ага значит это функция обратного вызова все остальное есть все мы уже понимаем как писать но все это начинает прорастать вам понадобится когда вы изучаете два языка и это важно изучать со статической и с динамической степизацией да то есть по сути дела переход ко второму этапу развития развития начинается с чего с изучения второго подключения второго языка и он проходит тогда когда мы прошли функции python да вот прошли функции python подключаем kotlin это однозначный момент не надо бояться и дальше уже потихонечку проходим потому что на самом деле вот здесь я очень хорошо рассказал в этих видео которые ну тут найдете я давал где 9 видео да что есть на самом деле несколько методик обучения и они совершенно могут быть индивидуальны например новичок вот например новичок мог бы изучать вот по этой классической методике да который это по сути человека для для человека совсем далекого от программирования он потихонечку грубо говоря знакомится с собой да что есть в языке и потом уже переходит допустим каким-то практическим питон джанга но есть путь быстрее когда человек допустим я всегда говорю так пробуем строки да изучить ага видим писать немножко получается потом это вот эта методика вот здесь изложена да потом переходим к функциям изучаем функции потом возвращаемся к типам данных и все типы данных прописываем в виде функций в любом случае начинают происходить чудесные вещи чудесные вещи мы начинаем писать код но понимание как такового все равно человек не добирает почему сейчас объясню так ребят что я хотел вам показать еще так вот понимание не добирает а почему потому что нет понимания разработки сначала надо ответить на вопрос а что такое есть разработка вот как раз я вам дал кучу статей здесь есть ответ по сути дела он прост и вы его знаете вот мы решили написать некое приложение вот как я решал написать сайт да и что должен выбрать программист правильно конструкции так вот понимаете что без третьего этапа никак вот этот вопрос не решался как писать на любых языках а с третьим этапом действительно он решается полностью и я это уже увидел на практике так вот что происходит человек вроде выучил типы данных да там вроде начал писать некие функции но у него нет осознания а зачем он вроде читает книги но в книгах автор не ставит цель написать все почему потому что получился бы десятитомник поэтому допустим книги пишутся так вот мы это делает только то вставьте этот код он делает то 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 но ведь не это главное вдумайтесь каждая книга дает рыбу но не удочку потому что программиста человека который разработчиком хочет стать его должно вообще интересовать а зачем я это применяю вы знаете первое тоже в контакте можно найти интервью меня на эту мысль через очень много лет после начала изучения языка навел линус да разработчик линус когда он проговорил что вот вы знаете я вот здесь вот где то промотаете вам все равно будет интересно много о школе узнаете да и тут найдете обязательно интервью переведен на русский язык линуса торвальда да в общем линукса и он тогда рассказывает понимаете вот хороший программист программист который выделяет код в слои который понимает что происходит вы знаете меня тогда как осенило а ведь это же действительно так действительно так происходит ведь я тогда понимаете меня как током ударило сейчас я вы поймете даже если не очень поймете хоть что-то отложится в голове понимаете вот вот сейчас вижу сейчас ребята потому что я говорю я не готовился моя задача сейчас по сути дела дать вам вот эти вот ссылки чтоб вы в голове все таки выстроили как вы будете заниматься но сейчас объясню суть и вы поймете это так вот линус тогда говорил вот мне нравятся программисты которые могут выделять в слои я говорю а ведь это так просто но тогда давайте возвращаться по сути дела с нуля вот да мы приобрели привычки это здорово я говорю привычки ребят ну отнеситесь серьезно к этому запомните привычка это ваш двигатель это ваш мотор это считайте винты для корабля привычка вас всегда вытолкнет если вы приобретете привычку допустим смотреть то что вы не понимаете в коде разбираться сейчас находить док ну посмотрите те видео которые дал поймете что привычка всегда вас вытолкнет наружу то есть уберет от ошибок развили привычки изучили типы данных дошли до функций ну идем дальше и начинается по сути дела развитие развитие это изучение функций дальше это работа с библиотеками там джанга пандас и у каждого могут быть свои но по сути дела человек пишет но я скажу честно я много лет этого не понимал в семнадцатом году только меня пробило тогда я начал готовить вот семнадцатого года вот эту новую систему а уже последний год уже писал план конкретно и то практически проверяя там то с осадчем то с муратом тут все эти нюансы так вот по сути дела да мы применяем да а зачем не отвечаем и когда не хватало одного звена простого а что же такое разработка и когда я для себя ответил что разработка это задача программиста определить а какие конструкции и почему я буду применять и на самом деле ведь это так и есть вот смотрите на самом деле код делится на слои на слои очень просто вот принципиально да вот мыслям да вот по линуксу да смотрите на самом деле когда мы смотрим сейчас сейчас покажу а мне надо модели планируем приложение сначала объясню можно было бы рассматривать код что мы нечто там делали да и все и собрали код а теперь давайте пойдем по другому первый слой это чисто модели субъект ну допустим там курс модель курса модель субъекта то есть уроков модель модуля куда будут добавляться уроки модель контента и какие контенты будут добавляться и базовая модель стоп то есть это первый слой и он насчитывается теперь смотрите если мы серьезно отнеслись и понимаем что такое разработка мы принимаем решение то есть ага питон поддерживает множество наследования я буду здесь применять миксины то есть примеси иными словами иными словами что будет происходить следите за моим за моим мыслью как разработчик я принимаю решение который должен принимать разработчик то есть первое я разработал модели второе логику я буду разрабатывать на миксинах на примесях почему я себе отвечаю на этот вопрос зачем мне это нужно все очень просто все очень просто сейчас секунду все очень просто смотрите у меня есть слой модели ребят пока на слух не важно что не поймете важно идею уловить первый слой у меня модели второе я принимаю решение так как питон поддерживает множество наследования я буду на миксинах миксин это примесь сейчас практическая сторона что это такое а вот смотрите я пишу класс миксин пользователь да овнер миксин то есть в котором применяя жанга фильтр приравниваю овнер да к юзеру по сути дела простыми словами изликаю пользователя то есть теперь просматривая любую статью будет видно чья это статья теперь я этот миксин могу добавить абсолютно в любой класс вот он вот я описываю курс миксин добавляю овнерный миксин да дальше я могу теперь этот миксин добавлять абсолютно в любой класс и кроме того что будет делать мой код он будет извлекать пользователя понимаете то есть я понимаю зачем я это делаю так вот ребята мы подошли теперь главному что ставит все на свои места так вот понимаете дом никак не получался все годы если делать вот как делают книгах напишите код ставьте так он делает то 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 и когда я понял что в принципе разработка это и есть учить человека принимать решение зачем отвечать на вопрос а почему я буду принимать почему я буду вот какую конструкцию я должен применить в данном случае миксин но давайте немножко отодвинемся назад ведь давайте посмотрим правде в глаза а вы знаете что большинство программистов среднего звеня они даже не знают а что такое этот миксин значит они их не используют то есть по сути дела чтобы его применять я должен знать что такое миксин что он делает какие задачи решает согласитесь вот если это разобрать то оказывается я начинаю понимать и тогда у меня код ровненько превращается в слои то есть у меня сразу выстраивается логика ага у меня есть модели так это не те модели курса я дальше пишу код я повторяюсь несколько раз я как программист принимаю решение код я буду писать на миксинах сразу здесь ответ ребята для многих многие думают а я допустим буду работать на джанго мне не надо разработчиком быть ребята вы ошибаетесь ведь я говорю о разработке как о принятии решения какие конструкции использовать понимаете и вот в данном случае если мы используем миксины то у нас получается довольно интересные вещи будут происходить то есть мы уже можем написать довольно сложный код а теперь дальше смотрите по сути дела когда я принял решение на миксинах то есть я написал миксин который извлекает пользователя дальше я пишу миксин при редактировании то есть для форум проверяю на валидность дальше инстанция чтобы экземпляр не закрывался пока он правится дальше обратите внимание что определяю пользователя и дальше применяю метод супер кстати когда в школе я даю начало ООП начало ООП сейчас обращаю вот на эти вещи внимание это мелочи которые обязательно стоит учитывать это пока старый сайт то есть такие вещи как инет супер я их говорю ребята сейчас не потом а то вот ну есть допустим сашка ситушка он пишет ты знаешь я уже писал приложение я говорит не понимал как супер этот работает да но вот он применяется вот я его применял потому что там по шаблону ребят но ведь там все очень просто и это надо понимать потому что просто отвлекусь немножко понимаете в чем смысл метода супер вот он же очень простой на самом деле вот у нас есть класс вот один два три вот это у нас одно приложение здесь совершенно другая библиотека и здесь есть код да какой то сейчас здесь есть какой то код да вот здесь это наши три приложения а вот это стороннее приложение и здесь есть просто какой то кусок кода так на самом деле метод супер определяет родителя что нам это дает а это дает что если в этом коде есть функция которая мне нужна ну например там ой ну мне надо было полинг по моему там автозаполнение то я указываю что вот этот код родитель и применяя его здесь то по сути дела когда будет выполняться моя программа и дошла до этого кода здесь супер он кусок вот этот выполнит который мне нужно и все дальше это вся остальная библиотека его не интересует вот этот кусок он нужен был он его выполнил родителя только и пошел дальше при этом ничего не путается потому что само объяснение супер оно довольно сложное там правило треугольников ну смысл же видите если разобраться банально прост когда мы это понимаем мы можем с любой библиотеки вытащить нужную нам функцию и применить вы знаете как это круто как это облегчает жизнь поэтому я говорю ребята разобраться сразу ладно пошли дальше и так уже долго просто я показываю сейчас не важно что не поймете важную идею уловить сейчас так вот ребят смотрите и я начинаю писать миксины то есть вот это уже я делаю как разработчик я принял решение что буду работать с миксинами то есть грубо говоря с примесями иными словами миксин это примесь а проще питон поддерживает множество наследования что значит это значит когда я пишу класс и если в аргументы я добавляю любой класс в данном случае миксин то кроме того что делает класс он будет выполнять и условия миксина удобно удобно согласитесь и на самом деле редактирование написал миксин дальше написал миксин курса где входит излечение пользователя где входит что логин рекуи миксин то есть пользователь должен быть авторизован а дальше идет работа с полями даже если вы сейчас не поняли о чем я сейчас говорил главное так вот когда мы начинаем относиться к разработке и ставим правильный вопрос я уже повторяю да а что же такое разработка разработка это и есть основная задача разработчика который принимает решение а как он будет писать приложение в данном случае чтобы рассматривали мы рассматривали что мы будем работать с миксинами но ведь конструкции намного больше это абстрактные классы это интерфейсы разные и их не так много ребят ну с двадцатку ну представьте если вы вдоль и поперек изучите и будете понимать у вас в голове выстроится нормальная логическая какая-то цепь ожиданий и когда вы будете читать задачу вы уже будете соображать себе ага это я при помощи миксином сделаю здесь я определю абстрактный класс понимаете я говорю о пище для размышления так так именно так сейчас и будет построена школа это старый сайт то есть для ребят школы для новичков с нуля будет основное внимание я запишу записываю уроки сейчас да это привычкам и там много вещей то что дает хорошую базу дальше идет становление становление себя включает очень многое это изучение второго языка это и работа с библиотеками джанга пандас искусственный интеллект оно может быть разное но разработка она ставит все на свои места это ребят я не надо может я немножко неправильно сделал это не шапка это общий блок понимаете как бы это ну я так нарисовал потому что по-другому не нарисуешь да сейчас пока мне сложнее было это рисовать хотя надо вот здесь я объяснял в этих уроках координатах пространство время то есть три координаты да я показал что от вас зависит но здесь я говорю немножко о другом что разработка это и есть то что определяет программист и тогда вот эти две две вещи два раздела с нуля и развития они идут на прорыв моментально моментально то есть по сути дела у нас появляется то что и называется над чем мы можем подумать ребят не путайте не путайте не читайте глупости что там надо приобрести мышление разработчика вы знаете ну не хочу ругаться матом дети могут слышать да ну так бы хотелось вот по-русски да с такими всями ями обложить вот таких вот умников которые говорят извините если ребят трехлетний ребенок обладает мышлением программиста заметьте вы идете в магазин у вас же есть план действий всегда повернуть туда открыть дверь посмотреть там идете за мясом ага знаю раздел не знаю посмотреть вывеску то есть каждый человек уже программист здесь вопрос совершенно в другом а я сейчас докажу ребят ну вопрос изучение языка это прояснить голове а как это вы будете называть для себя чтобы объяснить компьютеру скажите пожалуйста вот набираю ребят ну не спорьте со мной я же электрочайник ребят ну скажите мне кто его не видел все видели кипятильником электрочайником ну приходилось хоть когда то пользоваться да ну приходилось или нет ну отвечайте вот про себя да ответили отлично так вот ребят смотрите смотрите электрочайник или просто чайник чай чай ну пили запоминаем картинку кофе пили а теперь ребята я буду говорить а вы так прокручиваете в голове и так ну бывает смотришь в интернете человек там объясняет что такое декоратор наградил кучу цифр кучу сложностей ну а если спросить слушай расскажи попроще не откуда ты что а теперь ребят ну смотрите в чем задача вы чай пьете но ведь вы у вас есть определенный порядок или кофе скажите пожалуйста когда вы пьете чай подумайте с чего вы наливаете чай вот сейчас подумайте у вас электрочайник вы с плиты греете да подумайте подумали ответили ответили отлично вы себе я себе и так мы наливаем горячую воду с чего каждый из своего дальше кружка скажите пожалуйста а у вас что дома кружка для компота одна вторая для чая третья для кофе ну для кофе может быть но в принципе в большинстве случаев по простому мы берем одну кружку да вот мне нравится эта кружка значит кружка та же а слушайте а для кофе у вас если вы греете воду пьете растворимый кофе вы другой чайник берете или в том же греете ребят ну в том же да так тогда давайте подумаем один раз вы нагрели налили кофе а допустим за завтраком кофе а днем вечером чай так это же ребята декоратор тот же чайник та же вода та же кружка только напиток другой так это и есть декоратор просто результат функции изменен скажите сложно или вы с этим не сталкиваетесь во ребята просто вы никогда не задумывались что а вот это декоратор а подумайте а при помощи миксина вы можете сделать ну вот если в классах конечно можете то есть чай заменить кофе в нужном моменте вы можете при помощи миксина смотрите уже два компонента то есть вы ну чтобы знать то есть программировать приложение продумать спроектировать правильно сказать да по крайней мере нам надо знать а что такое декоратор а что он делает и вот здесь возвращаемся к привычкам я всегда там написано у того парня что не надо далеко ходить вот сидишь в комнате вот тут оцифровывай все понимаете оказывается когда мы начинаем понимать простые вещи что чайник есть чайник налили чай и кофе это и есть применение декоратора результат функции изменен то есть наливаем чай там воду да осыпем чай или кофе это метод функция то есть делаем некое действие это и есть функция насыпать размешать но изменить при помощи декоратора если б мы знали то смотрите как просто нам просто надо понять как этот декоратор увидеть в жизни и как его применить к любой программе тогда уже если мы с чаем с кофе пример понимаем то дальше мы можем где хочется его применять согласитесь принцип то понятен так вот ребята вот это и есть главное что ставит на свои места разработка а помните я вам говорил в самом начале что такое вот как изучить программирование я вам дал кучу видео здесь надо штук 15-20 видео посмотреть почитайте кучу статей что они для вас должны сделать у вас должно созреть свой план как я буду изучать вы должны понимать ага вот я с нуля вот как мурат вы там посмотрите видео мурата да я понял мурат мне пишет я буду проходить сначала типы данных начал проходить начал делать сначала план составил потом я говорю вот есть видео попробуй привычки эти уже чуть попозже пишет да уже подружился с жупитером уже работаю смотрю сбрасывает одно второе третье во вложении вижу айпай бм то есть все пошло работа пошла ну это сейчас в джейсон открыто в среде он откроется нормально то есть пошло у человека в голове и тут я ему говорю стоп мурат я вижу у тебя строки пошли давай-ка сейчас вот это пока оставь вот я там говорил 9 видео давай-ка сейчас функции потом сказал подключить котлин ну и там много ребят теперь самое важное ребят смотрите самое важное вот я говорю так занимайтесь группе чем отличается группа в школе это не форум зачастую меня даже в этом упрекает но так пошло то есть здесь нет разделения что я там задам вопрос смысл такой что я всегда только направляю то есть я всегда сую удочку не умеешь на удочку бросай туда учись ловить не переживай научишься первый второй пятый раз забросишь но ловить точно будешь это сто процентов так вот как это я делаю при помощи видео при помощи вопросов направляющих вы все это увидите при помощи направляю по сути дела откачусь немножко назад если вы считаете что разработка раз-два и все а они ребята так вот раз-два не получается ОП сачи мы разбирались с Сережей чем отличаются абстрактные классы от интерфейсов в Python да в интернете этой теме можно найти примерно пол страницы но почему-то не применяют например Сережа я помню он категорически их избегал а сегодня без них жить не может представляете и вот у нас ушла два месяца я задавал 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 вопросы потом начали улицы оцифровывать в Витебске отдавал все и как прорвало я сейчас не буду объяснять суть все это в школе увидите но просто говорю вот два месяца но обсосали со всех сторон отличие интерфейсов от абстрактных классов все дело двинулось и паттерны потом изучил ну то есть прорвало а вы говорите не так все просто понимаете вот вроде написано понятно а когда это мне понятно я этим могу размышлять я могу ответить на вопрос зачем почему то есть доказать практически что вот здесь я буду применять абстрактный класс интерфейс вот скажи о чем он скажет потому 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 а большинство программистов если пишет да они думают интерфейс абстрактный класс либо просто класс а черт его знает буду писать что-нибудь или посмотрю вот поэтому я говорю вот этот раздел и надо разработка который в принципе а вот интерфейс а что это такое а что на нем можно написать а как он работает а в каких ситуациях его используют и когда мы начинаем это крутить у нас вырабатывается свое личное мнение и мы понимаем если ну давайте давайте приведу живой пример видите площадь ленина а то есть видите улица ленина вот 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 это она вот я давал кусок оцифровать и ребята делали правильно вот скажите ну оцифруйте мне эту улицу понимаете у человека который в принципе в принципе начнет один писать просто класс а вот а сачи сказал а вот это будет интерфейс сто процентов я у него спрошу Сергей а почему интерфейс он скажет Валерий Иванович так это ж дом если я напишу опишу вот этот дом классом то мне получается надо описать следующий дом тоже классом а следующий тоже классом так я задолбусь и никто мой код читать не будет а если я возьму интерфейс то я могу описать улицу а что в интерфейсе я напишу здание правильно интерфейс безликая я могу написать нечто но здание а дальше а дальше я создам абстрактный класс назову его допустим дом а дальше а дальше я просто уже начну конкретные классы гостиница имеет то 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 есть получается логика простая интерфейс абстрактный класс обычный класс все выстраивается в три класса описываем всю улицу но ведь для того чтобы так размышлять по крайней мере четко надо представлять и исписать хотя бы тысячу строк кода с интерфейсом с абстрактным классом а в конце концов бац пришли к паттернам ага оказывается это уже придумано только надо понять и свое доработать понимаете в чем дело и опять возвращаемся что на самом деле когда мы связываем с нуля и развития и разработка которая в принципе и дает осознание то есть разработчик основная работа какая принять решение при помощи каких конструкций я пишу этот код чтобы это работало по сути дела ответ на вопрос зачем ребят длинное видео но по сути дела что я хотел вам показать я рассказывал моя задача была первым делом дать вам ссылки там где есть много статей много видео которые отвечают на сопутствующие вопросы я хотел бы чтобы вы у себя в голове расставили а как я буду изучать язык то есть вот эта вся информация поможет вам что сделать собрать информацию да для вашего плана ваш план это и есть выстраивание взаимоотношений с языком но одно дело вам говорят делай то 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 а вы думаете да а хрен его знает надо или нет а другое дело посмотрели видео да ну решение всегда за вами посмотрели и подумали а ведь логика есть работа с командой строкой то есть вообще привычки есть значит беру ага надо по крайней мере значит чего начать чего ожидать с типов данных дальше а что я вот развитие ага ну я возьму джанго потом мне нравится пандас и мне хотелось бы искусственный интеллект значит я возьму то 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 значит отличное развитие у меня это есть и дальше я беру второй язык работаю с мобильными приложениями разработка надо но надо мне понимать конструкции а они к питону только относятся стоп ребята смотрите что здесь написано как писать на любых языках ну стоп ну в Kotlin есть классы ну да нет множества наследования но все остальное там композиция агрегация агрегация а наследование все есть то есть по сути дела если мы разобрались в пайтон разобрались допустим абстрактный класс в пайтон то в Kotlin это можно применить конечно можно а в другом языке какая разница какой язык это же принцип поняли что это работает в любых языках значит в чем задача школы она очень проста в принципе чтобы человек писал на любых языках и учился решать любые задачи но есть быстрый путь кто быстрый вот как Сережа Асачи работа в группе кстати вот он и написал был письмо мне на днях ну наконец-то Эдуард понял Валерий Иванович спасибо огромное чем дальше обучаюсь чем больше понимаю как живо право в своих наставлениях пускай теперь немного отошел в сторону наверстываю упущенное по статистике математику но обязательно вернусь занятием в вашей школе хорошо дальше здесь Сережа написал что да действительно это были два крутые года ну конечно он сорвал большой пласт выучил два языка работал с Киеви с Жанго с Котлин с Котлин работал с Андроид ну много с чем в Линус хорошо разобрался с серверами хорошо разобрался теперь Сергей отвечаю на твой вопрос смотри что хочу узнать поддержка 3 есть они уже ввели там как раньше 2 теперь 3 ставится не надо даже сервер там поддержка 3 на джин и есть это 100% ну а я в плане вот он пишет хотелось бы а как я строил школу вот если помните план 1.7 да когда я показывал Жанго на сервере я что-то показывал давно Сереж ну хорошо к этому пришли на работу устроиться ребят в школе вот я же показывал там в контакте много статей один парень носил телефон и теперь работает в банке понимаете здесь все очень просто если мы хотим устроиться на работу в школе я пообещал что мы будем в этом направлении тоже двигаться здесь надо просто определиться веб или там что прийти на работу спросить куда вы хотите устроиться просто прийти и спросить ребята вот какие вам разработчики надо они скажут нам надо то 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 там ну по сути дела если направление веб там писать то то надо gc то 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 все заострились и все задача школы Сереж здесь я ставлю немного шире сейчас задачу школы потому что я не могу постраиваться допустим какую конкретную работу моя задача вот такая вот сейчас да да чтобы человек мог писать на любых языках то есть а что он будет завтра копать джанга или пандус это совершенно на самом деле не имеет значения поэтому на работу на ней просто средоточиться я тоже саму Эдуарду сказал ну идите на собеседование посмотрите что они спросят спросите сами какие знания нужны ну взяли когда вы знаете язык подготовиться не составляет труда дальше пишет вот пишет да Сергей думаю на всех этапах которые я прошел новичок возможно уверен и готовы перейти на следующий уровень да нет Сергей здесь тоже неправильное понимание если мы посмотрим в школе то Сергей где то сложнее но в любом случае он везде пишет код вот для новичка этот код будет очень сложный да а для тебя Сереж просто потому что ты понимаешь язык понимаешь допустим все эти абстракции понимаешь ООП я сказал вот это состояние что кажется что новичок оно есть всегда у программиста у любого возьми самого опытного программиста вот он допустим там Джанго супер да дальше отходит там в сторону все он не знает смысл не в том знает он или нет смысл в другом что хороший программист с новым продуктом может разобраться быстро вот и все понимаете или с новым языком поэтому в школе в школе мы изучали язык да потом получается что мы на тактику если вы вам нужна работа просто работа то вы просто сосредотачиваясь на конкретном направлении понимаете а пока вот школа есть да есть возможность то есть мы учимся фулл стэк то есть полного стэка да работа непечатайка и насчет сервера я говорил что я собираюсь сделать свой сервер но это чуть позже пока можно обычный сервер взять чтоб просто все работало на сервере ну с наставочицем мы давно занимаемся да да сергеем вообще очень плотно поработали два года потому что кто работает постоянно в группе я помогаю так сережь я вот что вам порекомендую значит по поводу работы мы с вами договорились вам всего лишь надо определиться да да если направление веб да то просто разобраться с веб да это то что вы писали все это в жанга у нас есть и дальше будем развивать второе направление которое будет в школе оно и будет касаться то что раньше говорили о цифровке предприятий по сути дела но давайте подумаем то есть то что мы сергеем когда то я говорил да вот начали делать вот делали два месяца но оказалось застряли там на абстрактных классах сейчас вот только уже централизованно пойдем в школе в чем будет заключаться дальше обучение вот этой всей системы к чему будет сводиться да с нуля становление разработка по сути дела будет сводиться к простым вещам если взять современность да то мы видим что ближайшие 20 лет все идет будет оцифровываться по сути дела что нам надо нам надо обязательно серверная часть нам надо веб это джанга и другие приложения нам надо искусственный интеллект нам надо мобильный рынок все значит ну давайте сервер с стрелять с стрелять дальше веб разные направления начнем с джанга потому что это одно из самых мощных решений да то есть в instagram серверная часть написана джанга youtube написан вообще на пайл Дальше Здесь у нас идут Нам еще не хватает кое-чего На вскидку То, что мы с вами и делали Что включается цифровка предприятий Давайте все-таки немножко по-другому изменим Здесь у нас идет Логика Здесь дальше Логика Дальше у нас идут Библиотеки Это не важно Это искусственный интеллект Другие Библиотеки Это то, что туда входит Пандас и другие вещи Дальше И здесь у нас идет Мобильное Идет язык Мобильное То есть по сути дела Что мы хотим добиться Но вы поймете К чему я все говорю И дальше нам надо Все это Чтобы работало С API То есть JSON Чтобы все это Обменивалось информацией Мы должны разобраться Как работает протокол JSON И как это используется Чтобы соединить Допустим Логику Python С мобильной частью Там Мобильной частью Ну все это делается При помощи JSON При этом Первый урок Здесь тоже есть видео Где-то тут В разработке Наверное Сейчас Обучение Разработки Нет-нет-нет Разработка Python Здесь вот Принципиально Что я всегда Рекомендую А не здесь В другом Наверное Ладно Там Аякс Все эти вещи Но грубо говоря Я всегда говорю Про делать уроки На Python Тут Да Там вручную Понять Как это работает А потом уже При помощи Библиотек Делать По сути дела, получается такая картина Но, если вы обратите внимание, все это теряет смысл без этой вот вещи, без разработки То есть, по сути дела, если мы не уделяем внимания конструкциям То есть, вот как мы с вами рассматривали, Сергей, отличие абстрактных классов от интерфейсов Хотя, многие пишут, что, ну, допустим, там все нужны, а тут не нужны На самом деле, когда вы оцифровывали ту же улицу, вы разобрали, что оказывается нужны Как таковых интерфейсов Python нету Но создать подобие интерфейса, то есть, именно абстрактный класс Который, правильно выразиться, уже вылетел из головы с абстрактными методами Много говорил, поэтому уже даже сам вот это Ну, в общем, вы поняли По сути дела, если не уделить внимания вот этой вещи А вы сами увидели, когда мы работали два месяца вот с этими абстрактными классами интерфейсами На выходе вы разобрались в паттернах, да, то есть, насколько рывок был Так вот, эти все вещи надо обработать И тогда можно заниматься той вещью, которая нужна То есть, собирать то, что надо в современном мире Это работа с сервером, это работа с веб А все обменивается информацией через сервер Это логика, а логика это и есть Очень четкое понимание, что я буду применять Миксинг, декоратор Как я выделю слои, как я рассказывал ранее, модели Дальше код у меня слой идет Миксинг, и дальше логика, и так далее, и так далее, да Но это все в школе, да Понимаете И если вот это не делать, вот это не делать, то вот это все будет сплошное месиво Но когда мы все, все эти вещи прорабатываем сначала к разработке То действительно основная цель школы вот этих трех шагов сводится к тому, к оцифровке Не важно чего Но смысл один Чтобы соединить серверную часть, логику, разные библиотеки и мобильную часть То есть, по сути дела, чтобы научиться писать масштабируемые приложения Которые будут обмениваться между собой информацией И дальше уже как хотите То ли с мобилой управляться Ну, как сегодня нужно, да То ли добавляете искусственный интеллект Но все это должно отталкиваться от какой-то составляющей И школа как раз есть ответ на этот вопрос, да Год работал уже над планом Потому что школа работает много лет Но все-таки полностью переработана Поэтому сегодня вот так будет система обучения выглядит А здесь, Сергей, все правильно Мы именно оцифровкой предприятия на практике и займемся Сервер будем, я сказал, в 2021 году собирать Потому что начальник транспортного отдела жена Я хотел покупать сервер Потом посмотрел, что получается, то-то не устраивает Это как компьютер Надо собирать просто по цацкам И, говорю, с железа начиная Чтобы собрать свое Это и дешевле, и то, что надо получится Так И про группу сказать Ребята, вот видите, Асачи все время работал в группе По сути дела, в чем заключалась эта работа Вы что думаете, я давал ответ Нет Вот именно по этому принципу Ну, я всегда, Сереж, давал обратную связь с тем, кто работает в группе То есть, я Вот что я делал Всегда, да Почитаем Я просто объясню про Асачева Сергея, да, допустим Вот запись его в группе от 31 марта 2018 года Сегодня у нас 30 июня 2020 Прошло два года Понимаете? Вот что пишет Сережа Просто почему? Он себя не знает А я его знаю, да Он пишет Ну, про Джимы там все это месяц Созрел к серверу, да Правильно, я всегда говорил Хотите, ведь я всегда говорил И Эдуарду говорил Что вы херней занимаетесь? Если ты хочешь устроиться на работу Бери, делай сайты Пришел на работу Вот мой сайт Один, два, три Сделайте, ну, не как бы в Сыновске делайте дизайн Ну, все делайте так, да Я логику объясняю, но я не дизайнер Ну, делайте так И тогда работодателю не надо Я сам написал Так, все понятно Да когда вы начнете работать сервером В конце концов У вас будет наполняться Вот тут я делал искусственный интеллект Тут то Так куда проще еще А то готовятся На какие-то собеседования ходят Я говорю, ребята Да вам надо просто взять И вот начали работать Сделали один сайт Пусть он на сервере Второй Вот тут я работаю с искусственным интеллектом Тут я Описывайте и все И все Работодателю дал Да, это нам надо, надо, надо Возьмем Человек может разобраться Вот что ему надо узнать А то приходят И спрашивают там Как Эдуард Тасанович Приходит какой-нибудь Индюк И говорит А как работает там Жанга Тота Да на самом деле Это такая, извините меня, хуета Как спросит хуйню, да Как работает Допустим Менеджер Выборки объектов Там объект Да Какая нахуй разница Как он работает Подожди Важные Операции Ну хочешь узнать Как работает Это по сути дела Которые человек понимает Надо почитать Ну Я сейчас не буду объяснять Но По сути дела Что на этом случае Как разобраться Да составить свой менеджер Будет понятно Но ведь Понятно Что если вы приходите На работу И у вас человек Спрашивает Типа вопрос А как работает менеджер Да он похоже Только это сам и знает Работодателю Который Он Не придурок Да Его должно Интересовать что А может ли Программист Решит вообще Задачу То есть Например Вот если Я брал Допустим На работу Да Я бы не задавал Там вопрос Ты знаешь Там А как работает Там То-то Да Но ведь это По сути дела Для любого Программиста Изучить В течение Двух секунд Я сейчас Поясню Понимаете Большинство предприятий Кого отправляют Отправляют Обычно Какого-нибудь Новичка Серьезный Программист Никогда Практически Не идет Почему Потому что Ну на работу Обычно Берут Для начала Там Начинающих Если есть Серьезный Программист Его сразу Видно То есть По сути дела Вот как бы Я Спрашивал Я бы сказал Вот допустим Улица И вот Как бы ты поступишь Мне бы сразу Было видно Как бы человек Размышлял То есть Где бы он Применял Абстрактный Где интерфейс Что бы он Заключил Декораторы То есть Я скажу Ну распиши Логику Как бы ты это Сделал Да Мне бы сразу Понятно стало Понимает человек О чем говорит Или нет А спрашивает Ты знаешь Что-то Как работает Объект Менеджер Объектов Джанго Да Это Понятно Что Пришел Собеседование Проводить Тук-тук-тук Здравствуй Дерево Который Что-то там Где-то Выучил Потому что Ни один Здравый человек Такую херню Спрашивать не будет Ведь это Деталь Да Вопрос Может Проще Сказать Слушай Вот Джанго Есть Нам надо Решить задачу Как бы ты решил При помощи Там Нестандартного Подхода И посмотрел Да Совсем другой Подход То есть По сути дела Когда вы приходите Устраиваться на работу И у вас там Спрашивают Типа такие вопросы То Оттуда надо бежать Понимаете Это будет Примерно Как недавно Захожу в банк Сидит Девочка Там у нее Выскочил Там фалс Она в этом Она звонит Программисту Который Окончил Высшее образование Он говорит Слушай Вот у меня Выскочил Он говорит А хрен его знает Вот это Такое же Приходит То есть Вам такие Организации Не нужны Понимаете Ребят Если вы приходите В организацию И Действительно Люди Начинают Спрашивать Вас О Проектировании То это Да Это серьезный Подход Это серьезная Организация Действительно А Так Большинстве Организаций Где В принципе Приходит Знаете Так А чтоб Мне спросить Там То По сути дела Я бы сделал так Сереж Хочешь Строиться Приходишь И говоришь Вот я знаю Питон Скажите Какие у вас Направления Что Какие у вас Требования Как обычно Они озвучат Там Знание Там того Это Знание Баз Знание Того Что проще Да сделай ты Этот проект Сам Покажи Вот Мой проект Вот Базы Вот То Все остальное Я могу Могу изучить В течение Одного дня Вот Сережу Расскажу Сейчас Покажу В Восемнадцатом году Пишет Всем привет Пять месяцев назад Вот 31 марта Восемнадцатого Я Убунта Установить не мог Для меня Это было Как собрать Как Нибудь Какой-нибудь Космический аппарат На сегодняшний день Работает С любыми системами Линукс Может настроить Свой сервер Он говорит Ничего я не знаю Но я то знаю Может разобраться Исправить ошибки Но В школе Все покруче И побыстрее Каждый по советскому Все дело сделано Программа обучения Мне очень нравится Все круто Бери Делаю Удобное время Было недоумение Как учить два языка Как-то взял и начал Ощущения очень крутые Словами не опишешь Через определенное время Сергей пишет Группу Просто интересно Вдохновляющие примеры Ребят Сразу наверное Пишу Что я думаю Сейчас Да Это уже было написано Сообщение Тогда я его продублировал Сюда 2018-11-07-го Если бы я не решился Изучать одновременно два языка Было бы сильно ограничено понимание Что такое программирование в целом Мой мир программирования Закончился бы на понимании Только питон А это границы Иными словами Я дам эти статьи Вот как проходило Это проходит у всех Этот этап Ребят На тот момент уроков было немного Он проходил Несколько месяцев Все было как в тумане Единственное что Я чувствовал Что у меня есть тонная информация С которой я не понимаю Что мне делать Я вымытан Меня вырубает За комп Рукой начал опускаться А мне не навалилось нормально Я думал что ничего не понимаю Но это мне только казалось На самом деле Я понимал Просто мне открылась Вся картина чуть позже Я Ну в общем По сути дела Потом стало что на Котлина Что на питон писать Что в джава залезть Что в джи Вот видите Он говорит Он пишет Я новичок Но тем не менее Работает с котлина Работает Надо узнать Какой-то кусок Написать На джава Где-то на джи Все это может И он все новичок Это состояние нормальное Просто на самом деле Когда он начинает С конкретной задачи Это все получается Уже совсем не новичок Поэтому вот что Сереж Надо просто осознать Зачем я это зачитал Ребят Так Изучение двух языков Решает еще Очень важную задачу Это Момент Переключения Новичок боится Когда У вас Когда вы начинаете Изучать второй язык И то же самое Происходит Второй библиотек И с третьей Вам кажется Что вы все забудете Этот страх Надо убрать Как Только практикой Первый шаг Это изучение второго языка Сначала будет казаться Что это путаница Но потом Вот где оставили код То есть Спокойно писали Здесь Надо потом На котлин переключиться Переключайтесь Работайте с котлин Никакого страха Никакой путаницы Это нормальное состояние К нему надо Прийти Ребята Оно само не родится Вы можете Десять лет изучать Пайто Но потом Взяли другой язык Все И вы будете Чувствовать себя Дуб-дубом Поэтому Чтобы достичь Вот этого состояния Первый шаг Это подключение Второго языка Ну а дальше Дело тактики Вот допустим Вы здесь посмотрите Видео Где я рассказывал Про Мурата Тоже человек Когда-то был связан С программином Потом отвлекся И тут пришел Но пошел С планами И то есть Быстрые-быстрые прорывы Почему? Потому что Начал работать в группе Хотя я всем говорю Ребят, работайте в группе Но осуждать я не могу В школе место для всех То есть У кого-то нет времени Кто-то стесняется Но есть люди Которые Ну есть время Да, они работают В своем темпе Но важно работать в группе В своем темпе Тогда можно подсказывать Почему я так делаю Потому что в группе Видят все Тогда вот я помогаю Где-то направляю Всегда видно Человек написал Почему видно? Понимаете? Потому что я иногда читаю Вот собеседование Да Вообще Почему я начал Потихонечку Хочу в новой школе Уже в новом варианте Школы сейчас взять И все-таки Направление на работу Чтобы готовить Да Здесь есть Важный момент Понимаете? Для меня важно Подготовить человека Который не будет Там все знать Потому что Вот здесь в историях Я вам дам Прочитать истории Опять же Относится к привычкам Миша Беляковский Написал Что Кстати человек тоже Больше чуть 30 лет Сменил профессию На программиста Все получилось У него Все нормально Он начал в школе Писать довольно сложный код На Джанго И вот он Писал Что Ага Понял Ведь я в курсах кричу Что ребята Работайте Документация Работайте Он говорит Я понял Что я не умею Работать с документацией И потом исправил И я его историю Всегда привожу Пример Да Что Насколько это важно Историю ребят Дам почитать Да Почитайте Тут Один Здесь три Интересных истории Один человек Денис Он был Занялся Потом бросил Потом пришел У него Покатило Михаил Беляковский Он менял Профессию Да И вот Написал Про эти Отсюда началось Тогда рождение Вот этой вот Я никак не мог Уловить Но тогда понял Вот они Привычки И тогда уже Полностью все описал Хотя я сам Я это делал Всегда И Сергей И Сергей Асачи Который Просто Работает В группе Вот Мурат Тоже пришел Начал Работать В группе То есть Понимаете Замысел Замысел Кто работает В группе Тому Если человек Постоянно То в принципе Можно Да подсказать Что подсказать Подсказать Видно Как человек Думает Видно Где что Страдает Только так А так Ну в общем В школе Место для всех Ребят Все Я рассказал Много Читать вам Много Вот даю Еще историю Ребят Почитайте Да По сути дела Я вам Бы Порекомендовал Что сделать Делать Как Работал Мурат С карандашом И бумагой Понимаете Зачем вы будете Смотреть все эти Видео Да Кто-то там пишет О Бовсыновский Свою школу Я просто рассказываю О школе Да Бовсыновский Рекламирует Свою школу Да блять Закрывай видео И все И там поругайся Скажи там Бовсыновский Дурак И мне это не обидит Понимаете Я много слышу Там Фигни Всегда Когда человек Что-то делает Не как другие Всегда его ругают Да У меня Свой подход По крайней мере Я им горжусь Потому что Да У меня немного Чуть больше 800 человек Начали писать код Ну Так С другой стороны Вон Есть куча Сайтов Красивых Да Где люди ходят Но вообще ничего Не понимают У меня пишут все 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 это Буквально все Так вот Поработайте с листом Ручки И бумагой По сути дела Зачем я рассказывал Это видео Чтобы дать ссылки На другие видео Чтобы понять Вообще Как выстроить Логику в голове Чтобы вы В конце концов По крайней мере Сели и определили А как я Вот допустим Вот как вас зовут Там Иван Петр Маша Там Михаил Я буду лично Изучать язык Да И действительно Действительно Стоит разделить То есть Что для меня По крайней мере Как только Появится Первый план Это уже Часть успеха Потому что Теперь это будет Ваша А дальше Будет все Проясняться Как фары Да Машина в темноте Едет Как фары Вырывает цвет Дальше все Главное не бросать Все получится Ребят Спасибо за доверие Для тех Кто начал Начал с этого Видео В общем Самое простое Это Будете читать Вот эти статьи А я вам дал Да Почитать статьи И там есть Чего начать В статьях Да Там С какого сайта Начать Все это в конце Есть Вот Статьи по разработке Поэтому почитайте И в конце концов Вам самое главное Разобраться Что такое разработка Потому что Все остальное Вы под нее Подстроите Да Вы поймете Ну так Порассуждали Многовато Но тем не менее Все на этом Спасибо за доверие